Откровение Иоанна Богослова, 15 глава, 6 стих. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь ясв, облеченные в чистую светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами. Эти семь ангелов, те же самые, что в стихе первом, вышли из храма непосредственного и святого святых от самого Бога и являются его непосредственными посланниками в мир и совершителями его судов, как имеющие семь ясв. Они назначены Богом для исполнения завершительных судов над Вселенной. Семь ангелов являются из храма, облеченные в чистую и светлую льняную одежду и опоясанные по персям золотыми поясами, чем явно напоминают Христа. Подобно Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом. 1.13 Откровение Это сходство говорит о том, что миссия семи ангелов во исполнении воли Иисуса Христа как судьи мира. Их действия совершаются от Его лица. Чистота и светлость одежды ангелов соответствуют их чистому и светлому существу и являются ограждением чистоты и света Бога как судьи мира. Чистота и свет будут отличать божественного судью от неправедных судей мира всего, часто вершивших нечистые и мрачные дела. Карающие ангелы, опоясанные по персям по груди, золотыми поясами, могущественные и праведные, готовы к исполнению последних указаний Божьих. Как опоясанные золотыми поясами, они достойны испытать огнем судов Божьих даже и тех праведников, достоинство которых в Писании означается золотом. 1 Коринфянам 3.12 «Семь ангелов, имеющие семь язв, вышли из небесного храма». Откровение 15.7 «И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков». То, что семь золотых чаш передается одним из четырех животных семи ангелам, означает, как учит святой Дионисий Ариапагид, что видение сообщается среди ангелов, от высших к низшим, и соответствует ангельской иерархии. Итак, все готово. Семь ангелам, имеющим исполнить последние семь казней язв Божьих над гибельщим миром, даны семь золотых чаш, наполненных гневом Бога. Теперь уже ничто не мешает этому завершительному карающему действию. На основании мест Писания, Псалом 78.5.6, 2 Петра 3.7, Откровение 15.2-18.8 Гнев Божий, которым исполнены чаши и который должен излиться на мир, можно представлять себе в виде огня. Чаши семи ангелов наполнены огнем гнева Божия. Не случайно Бог назван здесь живущим во веки, в вечности и примирности Божьего существа. Второзакон 32.40. Псалом 89.2, Евреям 10.31, Откровение 10.6. Заключается как бы основа его неизменяемости и правосудия. Он вечный, у которого нет изменения, ни тени перемены, Яков 1.17. Вершит праведный и нелицеприятный суд. Бог вечный, а грех – явление временное, уничтожаемое его праведным гневом. Как только семи ангелов были даны золотые чаши, наполненные гневом Божьим, и мы читаем дальше Откровение 15.8, «И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь яств семи ангелов». Комментарий Плающий огонь гнева Божьей в золотых чашах в руках семи ангелов производит такое обилие дыма, что наполнился храм дымом. О подобных явлениях славы и силы Божьей и невозможности человеку войти в нее читаем в ряде других случаев. Так было и на Синае. «Гора же Синае вся дымилась от того, что Господь сошел на нее в виде огня, и восходил от нее дым, как дым из печи, и вся гора сильно колебалась». Исход 19.18, Евреям 12.18. «Гора Синае пылаяла огнем и была погружена во тьму, мрак и бурю. При освящении Скинии покрыло облако Скинию собрание, и слава Господня наполнила Скинию и не мог Моисей войти в Скинию собрание, потому что осеняло его облако и слава Господня наполняла Скинию». Исход 40.3, 4-35 стих. «При внесении ковчега Завета в новопостроенный Соломонов храм, когда священники вышли из святилища, облако наполнило дом Господень, и не могли священники стоять на служении по причине облака, ибо слава Господня наполнила храм Господень». 3-е царство, 8-я глава, 10-й, 11 стих. «Пророческим оком видит Исайя на небе, что поколебались вверхи врат от гласа восклицания. Свят, свят, свят Господь за Савовов, вся земля полна славы Его, и дом наполнился курениями». Исайя 6-4. «Так и здесь наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы Его, и никто не мог войти в храм, доколе не окончились семь язв, семи ангелов, доколе не погас в чашах огонь гнева Божия, и, соответственно, не развеялся дым от него». Дым, наполнивший собой храм, означает, сколь страшен и ужасен и мучителен гнев Божий. Слава Божия и силы Его, произведший этот дым, проявляется в данном случае в Его правосудии и праведном воздаянии грешникам. Доколе не окончились семь язв, семи ангелов, и не завершили суды Божьи над грешным миром, доколе не произошло окончательное разделение праведных и неправедных и на небесных святых никто не мог войти в храм, в обители небесного Иерусалима и его священнейшие места, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства. Евреям 11, 39, И все сии свидетельственные вере не получили обещанного, но призваны еще успокоиться и ждать. Откровение 6, 11, только когда окончательно развернется, только когда окончательно развеется дым гнева Божьи, откроется праведникам доступ в небесный храм. Богу нашему слава вовеки. Аминь. Братья, если есть вопросы, можете задавать Игнатию Тихоновичу. Субтитры